Велимовская Анатолия, депутат по 24-м округу в Ускеевской городской советской. Смотрите, ситуация следующая. Спокойно. Есть одно мнение, есть второе мнение. Какое мнение? Подождите, есть подписи с одной стороны, есть подписи с другой стороны. Поэтому, по инициативе местных жителей, по инициативе института группы, я принял решение 24 января в технико-эгостическом хозяйстве 12.00 пройдет общественное слушание. Я приглашаю всех. Значит, сколько бы мы ни говорили о том, что в парке есть собственность всех Киева, значит, для того, чтобы заблудованных не привез на эти слушания 10 автобусов с людьми, с какими-то, которые тоже киевляне, но которые право стоят как надо, по этому поводу принято следующее решение. Всеми право голосовать на эти общественные слушания будут подстанавливать только жителям этих четырех домов. Остальные могут присутствовать, но с правом гостевого голоса, совещательного голоса. Я думаю, это разумное решение. Ужасное решение. Сейчас я расскажу, чем закончатся эти громадские слушания. Если привезет застройщик, уже это не раз было в практике города Киева, когда на общественные слушания привозили 10 автобусов, 500 человек. Я думаю, я живу на Жмаченко, я тоже хочу голосовать, потому что воспринимался. Я понимаю. Это неправильно. Я хочу голосовать. Еще раз. Я для того, чтобы вам было лучше, чтобы не было фальсификации общественных слушаний, было принято такое решение. Ай-яй-яй. Для того, чтобы было вам лучше. Так, подождите, пожалуйста. Микрофон не вырывайте. 12 на 0. Так, сейчас поломают микрофон. 12 на 0. 24 в субботу. Я просила слова сейчас. Где вы голосуете, там, где вы знаете, пройдет общественное слушание. Приглашаю всех. Вячеслав. Я просила слова. Фан Елемошки, можно вам вопрос? Отбери все. Нет. Приходите в подпадки. У профишки. Шановная громада, слухайте меня, будь ласка, уважно. Слухайте уважно. Ту информацию, яку я зараз оприлюднюю, вона базуется на законах, на наших правах и базуется на аналитике того, что происходит рядом правозахисников. Аналізовали эту ситуацию рядом правозахисников. Я представляю ту инициативную группу, когда самая первая в 2009 году узналася про ліквідацию этого леса и организовала группу, собрала подписи 1300 семей, которые довела до відома, что этот лес плануется сносить. Для того, чтобы его повернути, вернее, захистить, нужно было повернуть в земли громади. И мы цією справой занимались. Для этого, то, что сегодня происходит, это результат нашей работы. Но вы видите, что втрутились депутаты, которые пошли на поводу отримания денег, а забудовник реально має грошей, мы это побачили. И они рассчитывают разом депутаты, разом с забудовниками, провести громадские слушания, механизмы процедуры, которые закончатся, обовязково трагично для самих мешканцов. Я депутат, я депутат. Значит, мы сейчас вернемся до пана Андрійка, до пана Луценка и до Велимовского, который має вивчити законодавство. И поведомляемо, что сейчас в Киеве началась работа группа, которая считает, что закон может работать при соответствующих условиях. И когда Игорь Луценко говорит о том, что законы не работают, это говорит о том, что депутаты не хотят сделать так, чтобы закон работал. За эту справу берутся правозахистники, которые сообщают, что эта земля территориальности громады никогда не передавалась на знесение и под забудову Киевради. Они ее не вивели даже из буферной зоны. Поэтому я вам рекомендую первое. Не культистю мы берем сейчас громадские слушания, а они, я впевне, видимо, тут присутствуют какие-то громадские угрупования в балаклавах, которые ховают обличия, и будут бизнес финансировать этот процесс. Теперь далее. Я только что отрисовала с почтового ящика ответ от милиции, которая сейчас присутствует, который мы до начала снесения, это когда началась катавасия с Велимовским, не, 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 еще ранее, с Велимовским, когда мы узнали о том, что тут сбор подписей, я написала в милицию попереджение про то, что готовится злочин. И то есть подготовка. Мало того, мне пообещали, что у меня размазают по асфальту, у меня есть записи на відеокамері. Я поставила милицию до витома, поставила до витома депутатский корпус, что готовится злочин, раскрытание национального богатства, а это и есть складова национального богатства, и попередила депутатів Киевради, милицию, дала конкретно прозвище, которые в этом участвуют. И вы знаете, какая ответственность? Они сообщают лишь сейчас, а это было, значит, я вам сейчас расскажу, 20.08, дивитесь, 20.08, это еще в серпне месяце я подавала эту заяву. Они сегодня дают ответ, это было уже второе, я говорю, покажите ваши следственные дни. Она дала письмовое звернение «Покажите витяг с Держреєстру криминальную справу». Они сказали, что они открыли криминальную справу, но ее закрили за отсутностью, значит, однако проведеними слідчими діями, которые ни разу зо мною не проводились, не проводились с людьми, которые тут были святками, я написала. Значит, однако проведеними слідчими діями позитивного результату не досягнуто. Осип, которые совершили правопорушение, не установлено. Да, ой же, шановная милиция, ось правопорушники, ось Меловская, ось, значит, донька Горохильской, здесь находится, это ее мама сказала, что она меня размаже по асфальту. И мне эта милиция сейчас проводит присутность тут, и нас Филімовский закликает на проведение громадских слуханий, которые будут працювать под охраной цієї милиции. Люди добрые, мы с вами кинуты, если сейчас не начнется правомирное утворение громады, решение которой является первинным, и даже на суд не нужно свое обличчя показать, а решение прямої дии, когда с борами каждого будинка будет складен протокол представництва и защиту цього парку, мы не переможны. Поэтому, шановные, сейчас блокируют дии саме нашей правозахисной группы. И вот и на клепе, который распространяется злочинница Яковлева, Меловская, Горохильская, захоплюючи землю, и разкидают шприцы, а потом рассказывают, что у нас тут аркомания, это нужно решать в комплексе. А комплекс полягае вперше. Ваш паспорт, владетец, это вы властница этого. Конституция, которая никогда не работала с 1996 года, и мы не закрепили эту диянку в реестрах властности, про которую сейчас депутаты кажут, откриваясь в реестри властности. Как они могут быть открыты, когда с буферной зоны не переведена эта диянка? Потому что, шановное товариство, або мы сейчас объединяем инициативную группу, я ставлю на обговорение всех присутствующих, что тут зараз будет сформована инициативная группа в складе одеєї инициативной группы, которую я очолюю. А я працюю, вивчаючи досвід успешных правозахисников, которые вертают землю от фирташа по 6 тысяч гектарей земли, которые остановят добивание сланцевого газа на Сходе, несмотря на это. Чи мы сейчас будем, мы не слушаем те люди, которые знают про это, я наполягаю, прошу, будь ласка, мы объединяем, и вы працюете под контролем правозахисной организации, которая знает механизм защиту, а громадские слушания нас сливают. Мы идем на комиссию, поднимите, будь ласка, руку, кто сможет прийти на комиссию Киевради? Поднимите, чтобы мы знали. Будь ласка, кто может прийти на комиссию экологичную еще раз, у векторок на 9-ую годину под Киеврадой мы складем список людей, которые мы обовязково будем заходить. И остальное, на эту экологичную комиссию, по базе у нас три запробови. Миропільская 39-29 это тоже проект нашей правозахисной организации. Это наша земля с вами. Поэтому, будь ласка, мы вас читаем, я дякую. Украина поднаду все. Шановне паспорт, мы трошки все подстали от пробов. У меня до вас пропозиция. Кто за створенную парковую зону, праворуч від меня, станьте. На праву руку станьте.